Пока часть жителей республики все еще думает платить ли за капитальный ремонт, другие платят больше норматива специально и по собственной воле. Почему? В следующем материале. Дом номер 54 по улице Зои Яковлевой построили в 1958 году. Когда закон обязал собственников платить за капремонт, жильцы решили копить средства на отдельном счете дома. В 2015-м минимальный взнос составлял 5 рублей 50 копеек с квадратного метра. Жители дома решили, на ремонт того, что запланировали, этого не хватит, даже с учетом софинансирования из бюджетов разных уровней. Мы когда прикинули, что нам какие работы мы должны сделать, и то, что у нас недостаточно средств, поэтому мы на своем собрании приняли решение на 2015-й год принять взнос из расчета 6 рублей на квадратный метр. И до сегодняшнего времени мы так и работаем. Так, с квартиры в 50 квадратов переплата составляла 25 рублей в месяц. В итоге, когда подошел срок ремонта, жильцы накопили порядка 400 тысяч. Еще миллион выделили из бюджета города, республики и Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Мы выполнили замену труб по канализации полностью по дому, трубоповод системы газоснабжения полностью, замену электроспределительной сети второго-третьего подъезда. И на оставшуюся часть, будем говорить, сэкономленных средств мы выполнили работы по замене трубоповода холодного и горячего водоснабжения в подвальных помещениях. У нас в программе капитального ремонта утвержден перечень работ, которые имеют право проводить фонд капитального ремонта или владелец спецсчета по отношению к общему имуществу на квартирном доме. Если мы хотим этот перечень работ расширить и туда какие-то виды работ добавить, соответственно, необходимо этот минимальный взнос увеличивать. Впрочем, как сказал замминистра строительства, этот дом для республики пока, увы, уникальный. По данным, наконец, с прошлого года 28% собственников, которые выбрали спецсчет, не оплачивают услугу даже по минимальному нормативу.